Знамо на звездку у нас есть политтехнолог Абаз Галямов. Абаз, здравствуйте. Да, здравствуйте, Игорь. Хотел бы вспомнить высказывания и спич секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Многие слышали, многие видели, но хотел бы с вами проговорить с точки зрения политтехнологии. Давайте слушать. Он детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель, представлял задачи, которые следует решить для ее достижения. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества. Абаз, кто бы что бы не говорил, но реально это звучит так, будто вспоминает о том, кто уже не с нами. Это секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на российском форуме «Знания» говорил о Путине. И реально, Патрушев в черном костюме, черная рубашка говорит в прошедшем времени о Путине. Как вы считаете, как политтехнолог, это просто просчет, это накрут, или это может быть реально какой-то план, учитывая то, что Патрушев имеет непосредственное причастие к ФСБ? Ну, Игорь, я бы, наверное, хотел, конечно, сказать, что, да, это все не просто так, в этом есть какой-то глубокий смысл, но это было бы, наверное, нечестно, не подшедшим, не к вам, не к вашей аудитории. Ну, Патрушев, понимаете, речь, конечно, плохая, то есть, ну, нельзя вот так делать, да, так длинно-длинно говорить в прошедшем времени. Но просто это же Совбез, понимаете, там же нет нормальных политтехнологов, вот вы меня спросили с точки зрения политтехнологии, но это дети с точки зрения политтехнологии, это же силовики, понимаете, ну, то есть, это люди, ну, это сапоги, что называется, да, ну, не просто силовики, да, там силовики тоже разные бывают, но силовики в авторитарном государстве, привыкшие вот жить в двух парадигмах, значит, ты начальник, я дурак, во-первых, вот, выслуживаться, а во-вторых, ну, любой, кто, значит, что-то не то, значит, он сразу объявляется врагом отечества. То есть, вот две простых, значит, технологии, две простых парадигмы, они, собственно говоря, настолько упрощают их мир, делают его настолько примитивным, что они на протяжении десятилетий, насадясь вот в этих, значит, форматах, так сказать, парадигмах, ну, они реально деградируют, вот, с интеллектуальной точки зрения. И поэтому, причем они же, это уже очень закрытые касты, они же всех остальных подозревают вечно там в нелояльности этих проклятых технократов, проклятых либералов, да, подозревают в намерении предать, вот, и поэтому туда внутрь никого не пускают. И вот этот клан так сейчас расширяется, усиливается, и, ну, не клан, наверное, социальная группа, скорейтнее сказать, вот, они усиливаются, захватывают контроль над все большим числом сфер жизнедеятельности общества, государства, вот, и, собственно говоря, это ведет к деградации, причем даже в тех сферах, которые, срок говоря, являются, ну, там, казалось бы, их альма-матр, что называется, ну, то есть вот там, где они должны власть, то есть доминировать, да, это силовая составляющая. То есть их спецслужба не в состоянии предотвратить, там, покушение на путинских пропагандистов, там, армия не в состоянии разбить Украину, несмотря на подавляющее численное материальное превосходство, вот, и неожиданное нападение, вот. Ну, то есть вот это в целом так, да, все плохо у них, все деградирует, все ухудшается. И то, о чем вы сказали, это частность. Ну, просто вот непрофессионалы писали выступления. Ну, то есть люди, которые, ну, слова научились складывать, а больше нет. Ну, то есть с точки зрения сформировать, сложить слова, они еще могут, там, запятые, наверное, правильно расставляют, может быть, тоже, вот. Но увидеть за всем этим смыслы, их переплетения, эмоции увидеть, вот, которые порождают эти слова, интерпретации, ну, то есть то, что называется, значит, стресс-тест или там, кризис-менеджмент, ну, то, что можно так назвать, условно говоря, это когда ты не просто написал текст, да, и отдал начальнику, а ты смотришь на этот текст, там, в сотый раз его вычитывая, глазами врага, да, и пытаешься понять, за что могут зацепиться, как, что могут услышать, что могут увидеть в нем люди, настроенные нелояльно, да. Видишь слабые места и пытаешься от них избавиться. Нормальный спичератель так работает. А эти ребята, ну, не, они не про это, понимаете. Ну, поэтому так получилось. Я не думаю, что Патрушев посылал нам какой-то тайный сигнал, что он в этой холодильнике. Абаз, но отрицать то, что Патрушев имеет влияние, и многие называют его фактически вторым человеком, или даже кулуарным кардиналом, который формирует, да, политику в Кремле, нельзя не считаться с этим. И насколько вы считаете, есть раздумья, планы в Патрушево на амбиции, да, на то, чтобы непосредственно управлять Кремлем. Ну, Патрушев, безусловно, амбициозен, но он не авантюрист, он аппаратно осторожен. Один раз он уже обжегся в, где-то, если не ошибаюсь, в 2008 году, да, это был 2008 год, он ведь слетел с должности директора ФСБ, причем со скандалом, громко. А вот в результате того, что ввязался в аппаратную войну с главой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, черкесовым, вот у Путина было два главных силовика в окружении, которых он вот прямо там с питерских времен, ближайших, да, черкесов и патрушев. И они друг с другом передрались. Там была очень громкая война, и в какой-то момент система, ну, реально уже не могла вынести вот этого противостояния. А тут же Путин пытался осадить обоих, вот, терпел. Они несколько лет воевали там. Причем там доходило до того, что, ну, во-первых, медийная война была активной, то есть скупали журналистов массово. Допустим, Соловьева, вот этого нашего нынешнего кремлевского пропагандиста, просто на корню скупил черкесов. Вот, Соловьев работал на него. Значит, там, причем Соловьев охранял в тот момент спецназ на государственной контроле, потому что реально боялись, что чекисты ему, так сказать, отомстят, его посадят за это. Вот, или, ну, или там даже это. Боялись, что и снайперов пошлют. Вот, в общем, была война. Долгое время Путин их пытался помирить. Ну, так, по крайней мере, успокоить, чтобы они, ну, систему не разнесли к черту. Ну, то есть враждуйте потихонечку, да, ты, кстати, ковром. Но не надо уж, там, знаете, когда чекисты посылают арестовать свой спецназ, арестовать руководителя спецназа госнаркоконтроля в аэропорту, да, и там два спецназа, значит, ну, фактически там стоят на изготовку и готовы стрелять друг в друга. Представляете, безумие. Вот, в общем, в какой-то момент Путин их обоих наказал, обоих уволил, и несколько лет Патрушев, правда, Патрушев он, значит, потом простил, в отличие от Черкесова, ну, потому что все-таки Черкесов чуть более виноват был. Ну, с точки зрения Путина, конечно. Значит, несколько лет Патрушев просидел в должности секретаря Собеза, через него вообще ни одна бумага не шла. На тот момент Путин его к себе не принимал, не подпускал, все знали, что это такая синякура, вот, ничего от Патрушева не зависело. Потом он, вот, так сказать, то ли тушкой, то ли чучелом там втерся снова в доверие к Путину, ну, старые там сентименты взяли свое, Путин в этом смысле сентиментален, простил им Патрушева, да, и уже он, Путин, накачал, так сказать, Совбез, да, чуть ли не альтернативное правительство это теперь, вот, и альтернативная администрация президента. В общем, в этом смысле Патрушев, во-первых, осторожно, он один раз обжегся, он знает, что нельзя все-таки переигрывать, а во-вторых, в целом ситуация развивается в более-менее, так сказать, правильном для него русле. То есть, в целом, конечно, могло быть лучше, есть проблемы, которые его тревожат, есть недруги, которые по-прежнему усилены, есть альтернативные центры влияния на Путина, но в целом, если смотреть на длинных отрезках, в последние годы, конечно, позиции Патрушева укреплялись, и нет оснований считать, что дальше не будет продолжаться то же самое. У него есть амбиции в части его собственного сына, его сын министр сельского хозяйства России, и Патрушев видит его преемником, конечно же, значит, но это не обязательно сейчас, значит, Путина там подговаривать уйти, например, или там, тем более подталкивать его к этому, Патрушев, конечно же, не будет, повторюсь, он не ампюрист. Вот, и в целом ситуация идет туда, куда надо, то есть Путин все больше впадает в зависимость от силовиков, вот что очевидно. А главный силовик, в принципе, для него Патрушев, у него. Ну, то есть оперативное управление ФСБ Путина осуществляет сам, то есть Патрушев на самом деле не то, чтобы там, знаете, командует чекистами прям так, прям как захочет, он скорее их политический лидер. И он в публичное пространство полез, раньше за ним это не водилось. В последние годы он все чаще выступает и задает, пытается уже формировать смыслы. То есть ему уже мало быть таким серым кардиналом, ему хочется уже влиять реально на вот идеологию, что называется, государства. Он почувствовал, что это возможно, да, что вот прежний курс Путина, значительный, ну, там, экономический либерализм плюс технократичность политики, вот, ну, при всем том, что в целом гайки завинчивались долгое время, все-таки до 1937 года стране было далеко, это была скорее метафора, чем правда жизни. Вот, ну, после 1920 года Крен в этом направлении, так сказать, усилился. Вот, в этом смысле Патрушев и его курс, они побеждают. Да, и в этом смысле, вот, ну, все идет туда, куда надо, и если будет продолжаться движение в этом направлении, если вдруг что-то там не случится и Путин не взбрыкнет, ну, то через несколько лет власть сама упадет в руки Патрушева-младшего, то есть вокруг Путина не будет никого другого, то есть у него, по сути, альтернативы не останется, то есть он настолько будет зависеть от силовиков, что попытка поставить какого-то недовольного кандидата, которым силовики недовольны, ну, просто реально создаться угрозу режима. Да, если силовики начнут работать против путинского выдвиженца, который по каким-либо причинам его встраивает, Медведев, например, это будет, да, вот, тогда, значит, ну, реально проект передачи власти преемнику может не удастся и режим рухнет в этот момент, вот, на этапе передачи, потому что момент передачи власти от автократа, особенно в условиях персоналистского режима, где нет института, вообще есть только воля первого лица. Момент передачи власти кому-то другому – это очень всегда, это такая шаткая история, вот, и тут все должно прямо, вот, знаете, сработать тик-топ, то есть все как вот тут должно прямо идеально система должна функционировать. А если силовики недовольны, она не все держится, да, и начинает там из-под тяжка вредить, или даже кто-то начинает открыто играть против, ну, тогда все, вот, весь проект транзита, может, не удастся. Да, и поэтому Путин, чувствуя это, в принципе, ну, в какой-то момент просто не рискнет ничего другого и просто выдвинет в качестве преемника своего, как в 2008 году он сделает это с Медведевым, в этот раз он сделает это с Патрушевым младшим. То есть вот сверхзадача Патрушева-старшего, и он в этом направлении ситуацию аккуратно толкает. Для него сверхзадача – это добиться, чтобы Путин отказался от выборов, чтобы он вел военное положение. Тогда все аппаратные противники Патрушева, по большей части, ну, просто их котировки резко упадут, понимаете? Если нет выборов, значит, плевать на рейтинги, плевать на протестное строение. Все проблемы решаются исключительно с помощью силовиков. Ну, то есть та самая опора на штыки, да? И в этой ситуации зачем там Путину нужны там Кириенко, Вайна, там все эти, значит, технократы из правительства, да? Да и все, везде гайки закручиваем, и любую проблему решаем с помощью силовиков. Вот. Это, так сказать, вот, значит, везде будет царить Патрушев. Поэтому отмена выборов – это для него, значит, ну, такая правильная история. Он потихонечку эту историю лоббирует. Смотрите. А, Пас, извиняюсь, а отмена выборов или неучастие Путина? Нет, нет, отмена. То есть Путин должен остаться с точки зрения Патрушева. Просто он должен вести военное положение и править уже без выборов. Тогда он будет уже, по сути, нелегитимным и будет опираться исключительно на Патрушева. Его власть будет зависеть от Патрушева. Так вот, власть римских императоров эпохи притарианской гвардии зависела исключительно от притарианцев. И других источников легитимности и власти у императоров не было. И тогда притарианцы, по сути, этими марионетками управляли, как хотели. Вертели, там, право являетесь. И вот мечта, так сказать, Патрушева, но отчасти его союзника Сечина, тоже очень влиятельная фигура. Вот у них альянс на сегодня сложился. Они пытаются ослабить зависимость Путина, влияние на Путина всех технократов от Мишустина и Набиулина, заканчивая Ковальчуками и людьми. И, в общем, в целом, повторюсь, можно осторожно предположить, что этот вариант не исключен. Во всяком случае, обращу ваше внимание на то, что Путин должен был, согласно утечкам, организованным Кириенко, где-то с месяца два назад, объявить о своем выдвижении 4 ноября. На выставке, там, на ВДНХ, большая выставка достижений, так сказать, России. И вот Кириенко это пытался организовать, даже утечки по этому поводу в прессе организовывал, пытался сформировать социальную реальность. Путин этого почему-то не сделал. Вот. Значит, сейчас можно предположить, что сформировалась в России такая же ситуация, которая была у Ельцина в 1996 году. Тогда тоже были две партии. Киржаков, с одной стороны, подталкивал Ельцина, ну, со своей группировкой, подталкивал Ельцина к тому, чтобы отказаться от выборов, ввести чрезвычайное положение в стране и править без выборов. А Чубай с олигархами двигали ситуацию к тому, чтобы, значит, все-таки в выборах рискнуть и в выборах поучаствовать, выиграть Дзюганову, так сказать, в честной электоральной борьбе. Без чрезвычайщины. Вот. В конце концов, коржаковцы пересекли, так сказать, черту. Они попытались решить проблемы с силовым способом. Были организованы подельники Чубайса, которые организовали финансирование избирательной кампании по обвинению в коррупции. И Коржаков слетел. То есть Ельцин принял решение, что вот это чрезвычайшее, оно, так сказать, его не устраивает. Да, он все-таки, типа, там, демократический президент. И он, в общем, Коржаков с Барсуковым, союзником директора МФСБ тогдашнего. Вот. И вице-премьером Сосковцем, их союзником, в общем, выкинул их чертову матери. И сейчас вот примерно такая же схватка. То есть, с одной стороны, есть Кольчуки, Скириенко и прочие там технократы, экс-либералы, которые считают, что Путин должен пойти на выборы и сам их выиграть. И в роли вот тех коржаковцев сейчас выступают патрушевцы, да, которые пометуют ту ошибку, ну, так сказать, не дерзят там, да, арестов без разрешения начальника, так сказать, не организуют. Вот. Но, в принципе, аккуратно ведет проработка, так сказать, вот этого сценария. При совбезе, это в аппарате хорошо известно, многие знают. При совбезе создана рабочая группа, которого возглавляет первый зам Патрушева Нургалиев, бывший глава МВД. Но он вообще выкается с ФСБ, тоже, он чекист, в общем-то. То есть, он лоялен Патрушева. Вот его, значит, он формально возглавляет рабочую группу по подготовке экономики к, так сказать, к мобилизации, да, то есть, к мобилизационной экономике, то, что называется. Не мобилизации в военном, в смысле слова, да, а вот когда все для фронта, все для победы, да, там уменьшается количество выгодской гражданской продукции, там переходит все под контроль государства, то есть, национализация, государствование, такой дирижизм, значит, реальный рабочий, там, значит, Белоусов, первый вице-премьер. И, что интересно, Белоусов был у Путина, это показали по телевизору на сайте Путина, вы можете найти. Совершенно какой-то смехотворный предлог придуман, значит, якобы они обсуждали концепцию технологического развития России до 30-го года. Как человек, работавший там, так сказать, за стенкой, скажу вам, что это полная чушь, но Путин не мальчик, чтобы обсуждать концепции, вот, это не царского ума дело. Все понимают, что все эти концепции, они не стоят даже той бумаги, на которой написаны, да, это не real thing. К тому же сама концепция была принята, в конце концов, месяца 3-4 назад. То есть они формально обсуждали законопроект в развитии концепции. Ну, то есть бред. Ну, то есть это не президентское ума дело. То есть очевидно, что в реальности они обсуждали что другое. Можно предположить, что это как раз и были наработки Белоусова в части возможности, так сказать, мобилизации экономики, национализации. На самом деле не факт, что это мобилизация и национализация экономики будут, значит, обязательно реализованы в рамках сценария отмены выборов и ведения военного положения. На самом деле можно совместить это с выборами. То есть может, это может стать даже какой-то фишкой предубленной кампании Путина. Не исключено. Вот. Но, тем не менее, в общем, это рабочая группа при совбезе, Белоусов оттуда, Патрушев, значит, ой, Путин это обсуждает. Плюс отказ от выдвижения 4 ноября, который нам анонсировала противоположная сторона противоположной лагерки Еленко, да. То есть, ну, как-то вот это так выглядит, как будто бы не исключено, что все-таки, ну, окончательного решения, давайте так сформулируем, окончательного решения о выдвижении и участии в выборах Путин еще не принял. Может быть, выбора вообще не будет, ну, по крайней мере, пока я этого исключить не могу. Есть ряд кусочных признаков, которые, в принципе, можно так проинтерпретировать, понимаете? Вот это так. Вот о признаках, да, о том, что вы говорите, и вы вспоминали в одном из интервью, что, во-первых, может Путин закончить, да, так называемую специальную военную операцию после того, как достигнет каких-то целей. Путин второй раз в Ростов-на-Дому прилетает, да, встречается с Герасимовым, с Шойгу, и, наверное, Аббас это показатель того, что Путин куда-то спешит, что Путину нужна какая-то победа. Может, он опять давил на подчиненных говорить о том, что нужно брать Авдеевку. Я, возвращаясь к вашему интервью последнему, вы говорили, что он может закончить СВО, если будет победа на фронте, и тогда это приурочит как раз к выборам и, может быть, к своему выдвижению. Ну, вообще, конечно, ему край как надо, как что-то, какой-то результат предъявить общество, да, и надо понимать, что выборы – это такой момент, Игорь, когда вот в глазах, в голове избирателя предыдущая ситуация, вот все, что до этого у него в голове формировалось, оно чуть-чуть как бы обнуляется, да, и ему нужна мотивация такая, окей, ну теперь сделай что-то такое, чтобы я за тебя проголосовал. Что я с этого получу, так сказать, да? А получить-то вообще нечего, строго говоря. Да? Ну, экономика умирает, уровень жизни падает, войну выиграть не можем, значит, впереди мобилизация маячит, вот, то есть реальный риск там для меня или для моих близких, там, ну, на самом деле Владимир Владимирович, что как-то неубедительно это, понимаете? Вот. И поэтому вот все-таки, понятно, вы скажете, там, они выборы сфальсифицируют и любой результат нарисуют. Не может Путин себе позволить полностью зависеть от секаторов, от аппарата. Он потому и велик по сравнению с остальным аппаратом, что он, строго говоря, не является ставленником аппарата. Его народ всегда выбирал, понимаете? Он народный вождь. Он как бог над аппаратом, да, благодаря вот этому популярному мандату. И если у него не будет этого популярного мандата, то его судьба, ну, постепенно начнет вот, значит, так сказать, попадать вот в руки вот этой бюрократии, в первую очередь силовой, да. И он будет оказываться вот таким римским, значит, императором эпохи притарианской гвардии, господства притарианской гвардии. И поэтому ему, конечно, крайне важно, чтобы люди... То есть технически сфальсифицировать можно, но политически ему надо побеждать честно, по максимуму. Понятно, сколько нужно докинуть, но максимальное число голосов нужно получить честно, понимаете? Чтобы продолжать, вот, так сказать, парить над системой, там, да, церковь, так сказать. Вот. И поэтому Путину нужен какой-то результат с тем, чтобы вот эти вот вопросы, которые неизбежно возникнут у избирателя в преддверии голосования, а что я взамен за свой голос получу, вот нужно что-то такое, да, там, лучше всего радость победы, вот как Крым 14-го года. Ура, ура, так сказать, взвейтесь, развейтесь, там, да, значит, взвейтесь соколы-орлами, полный горе горевает. Ну, вот как-то вот что-то такое должно быть. И поэтому, конечно, если можно что-то такое выдавить из российской армии, значит, конечно, Путин это будет делать. И, да, визит, визиты в Ростов, безусловно, это вот работа в этом направлении. Пытается вдохновить, так сказать, своих военачальников на подвиги. Аба, спасибо вам за этот разговор, всегда приятно с вами разговаривать, да, и слушать эту мысль о том, что и как движется в России. И вот будем с вами ожидать и проговорить в следующих наших разговорах. Выдвинуть Путина, не выдвинуть, потому что сейчас ищут какой-то коалиционный штаб, кто же должен сказать, что Путин идет в президент. Там какие-то шаманы еще, об этом еще поговорим. Спасибо. Спасибо, до свидания. Господин Юнус, здравствуйте. Витаю вас, дякую за запрошение, приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию, рад вас видеть в добром здравии. Слава Украине. Героям слава. Правильно ли я понимаю, что встреча Си Цзиньпиня и Байдена, это, скорее всего, встреча для следующих встреч, потому что они встретились, поговорили, увидели, что можно говорить о каких-то компромиссах, можно ли о них говорить. И вот вы говорите о нейтралитете в дальнейшем Китая. Вот мы прекрасно знаем, что Северная Корея дает оружие России. Может ли Китай на это повлиять, или Китай дальше будет нейтрально-нейтральный? Северная Корея, как давала оружие России, так она и будет давать России. Надо смотреть, что за оружие она дает. Насколько это оружие может резко поменять ход войны. Северная Корея такого оружия не дает. Поэтому как Китай, как США сдерживает Россию, так и Китай сдерживает Россию. Как США не хотели бы, чтобы Россия развалилась бы, так и Китай не хотела бы, чтобы Россия развалилась. Поэтому каждый из них играет свою игру в этой ситуации. И боятся о том, что... Вспомните, как баллистические ракеты Ирана не доехали, но появились шахиды, да? Ну, взамен этого вы получили огромное количество другого, что также должно было это нейтрализовывать. Поэтому и баллистические ракеты не были переданы, потому что если баллистические ракеты были бы переданы, это, конечно, привело бы к дополнительной эскалации. И однозначно Соединенные Штаты вынуждены были бы еще более острее реагировать. И вы получили бы пораньше и Атакамс, и многое другое, что вам чуть-чуть попозже дали. Поэтому тактика и США, и Китая, касательно российско-украинской войны, она тихо-тихо будет похожа. В плане того, что для них важно сегодня сдерживать ту же Россию, или чтобы эта Россия играла бы на их территории, чтобы тот новый мир, в котором они правила хотят расписать, и вы правильно сказали, понимаете то, что я хотел сказать, то это была сверка часов после того, что они год назад встречались в Индонезии. И за этот год много чего произошло, и каждый из них пришел со своими, так сказать, козырями, и они демонстрировали. Кто-то свой козырь на другой козырь, может быть, у кого-то была карта король, а у другого был туз в этот момент. Такого типа, да, то есть вот таким образом, как в преферансе. И в сухом остатке, конечно, козырей больше было у Соединенных Штатов Америки, но у Китая тоже в достаточном количестве, то есть главное это то, что США не хотели бы конфронтации, то есть горячие тем более, а холодные они тоже не желали бы, потому что, учитывая огромное количество денег, которые вращаются между коллективным Западом и тем же Китаем. И поэтому здесь встречи, это будет, так сказать, носить системный характер, коль посмотрите на таком высоком уровне, на постоянные контакты, то есть это красные линии, то есть прямой телефон, президент поднимает свой телефон, у него прямой телефон с лидером Китая, вот он может поднять этот телефон, звенит у него в кабинете. Вот точно так же и министр иностранных дел будут, вот точно так же и госсекретарь будет с вами и общаться, точно так же наверняка и разведка будет иметь определенный контакт. То есть высшее политическое руководство Соединенных Китая, они договорились иметь прямой контакт. Простой вопрос, а зачем это им надо? Значит, они не хотят, чтобы кто-то третий затеял бы как-то свою игру. А этот кто-то третий есть на планете? Есть. И это не только Россия. Поэтому надо это понимать, к какому миру они идут, стремятся. И они понимают, что двуполярного классического варианта мира не будет, потому что, как я давеча рассказывал про старый двуполярный мир между СССР и США, тогда было, вот видите, да, системное, идеологическое и структурированное различие и экономики, и идеологии, и все остальное. Сегодня такого нету. Сегодня экономика Китая, она полностью вписана в западную систему экономики, да? Даже та же Россия, она вписана в западную систему экономики. Просто Россия сегодня наказана очень сильно, ее наказывают, хотя, видите, по сегодняшний день еще даже 12-й пакет санкций не принимают. Китай тоже в определенном мере наказан, но Китай больше всего наказан соединенными штатами, а не Евросоюзом. В такой степени, поэтому вы видите, как Евросоюз очень стремится иметь свои автономные отношения с тем же Китаем. И Китай в этом также очень сильно заинтересован, а не забывайте, что Евросоюз тот же союзник тех же Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно, у них много того, что они договорятся. И для того, чтобы просто продолжать эту работу, вот они договорились о том, создать огромное количество групп по разным направлениям, которые будут все это обрабатывать. И в первую очередь это будет экономическая часть, конечно, будут и военные части, военные составляющие, разведки будут работать для того, чтобы и наркотрафик решить, и другие моменты, которые сегодня в той или иной мере могут аукнуться на их общих каких-то интересах. Говорить о том, что между Китаем и США нет вообще никаких общих интересов, это было бы, конечно, неправильно. Если бы у них не было никаких интересов, спрашивайте, тогда откуда у них такой товарооборот? Значит, они заинтересованы. То есть, они каждый зарабатывают друг на друге. Просто раньше были другая политическая конъюнктура, раньше были другие правила, сегодня мир поменялся, сегодня правил как таковых многих нету. Поэтому нужно, конечно, менять правила согласно той политической конъюнктуре, которая сегодня существует на планете. Это жизненно важно и тем, и другим. Поэтому, я думаю, это была сверка часов. И очередная встреча точно так же однозначно будет свидетелями такой встречи. Просто к ней должно пройти время. И плюс должны быть какие-то судьбоносные события. Это будет связано и с вашей войной. Это будет связано и с событиями на Ближнем Востоке. Это может быть связано и со всеми другими какими-то моментами. Не обязательно, чтобы они напрямую встречались. Или Байден прилетел в Пекин, или в Сентябин прилетел бы в Вашингтон. Хотя это тоже не исключаю, потому что это было бы еще более усилило бы, если такое состоялось бы, например, это еще более усилило бы позитивные направления взаимоотношений между лидерами и этими странами. Но это маловероятно во время президентской кампании. Сегодня, во всяком случае, я этого не вижу. Но где-то на каких-то других платформах, типа вот как АТС, общую какую-то платформу найти, тоже это вполне реально. Опять же, надо смотреть на все то, что будет происходить в мире и как это отразится на президентских выборах здесь в США. Если для того же Байдена и его администрации будет важно получить дополнительные какие-то козыри на внешнем рынке, если здесь отношения с Китаем как-то могут в этом сыграть, я не исключаю, что какие-то направления в американо-китайских отношениях тоже будут усилены. Я не думаю, что сегодня кто-то заинтересован в США, ну, в первую очередь, в этой администрации на конфронтацию. Скорее всего, мы будем слышать критические замечания со стороны республиканцев и лично Дональда Трампа по той простой причине, раз такое позитивное направление, а это сегодня не в тренде в Соединенных Штатах Америки, потому что в массе своем за последние десятилетия столько говорили много антикитайского, что Китай сегодня номер один на планете, считается в общественном сознании США как враг и противник Соединенных Штатов Америки. Когда Байден идет на такого типа контакта, это, с одной стороны, не улучшает его рейтинг с точки зрения общественного мнения, но, с другой стороны, если это отразится хорошо на российско-украинском фронте, на Ближнем Востоке, и это поможет Соединенным Штатам и лично Байдену укрепить свой авторитет успехами какими-то на внешней арене, а если это еще как-то отразится на экономических каких-то моментах здесь, внутри Соединенных Штатов Америки, он может на этом и выиграть. Я думаю, они и на эту тему точно так же говорили. Господин Инус, не менее важен вопрос именно для Украины, да, это помощь Соединенных Штатов Америки, мы понимаем, что это страна номер один в нашей помощи, и да, я помню ваши слова, да, что нужно рассчитывать на себя, потому что постоянно помощи не будет, и нужно делать свое оружие и воевать своим оружием, но сейчас мы ждем помощи от Соединенных Штатов Америки. И вот прекрасно знаем, что Сенат 15 ноября принял временный бюджет Соединенных Штатов Америки во избежание шатдауна, и якобы после Дня Благодарения 23 числа могут принять помощь Украине, Израилю, Тайваню и там госграница Соединенных Штатов Америки. Насколько нужно по этому вопросу нам переживать? Насколько вы считаете, что это только политические игры и все-таки помощь утвердят? Это политические игры, это шоу. Я вам говорил, что вы получите, никакого шатдауна не будет, как вы видите, шатдауна нету. Я даже говорил, что его продлят на два месяца. Его как раз-таки продлили на два месяца, потому что сначала они... Вот напряжение, вот такое напряжение, вот как, грубо говоря, сейчас с Си Цзинь Пинни Байденом встретились, напряжение в мире, все внимание к ним, и вот они что-то разрулили, все им аплодируют, молодцы, остановили мир от Третьей мировой войны, бравую и тому и другому. Это сейчас будут Китая раскручивать, эти здесь будут в Америке раскручивать. И поэтому эта тема точно такая, что там Израиль, Украина, и тема там границы с Мексикой, тема там налоговых этих самых льгот для богатых и многие другие моменты, которые сегодня являются предметом спора между республиканцами и демократами, поэтому они смешивают все эти законы, понимая о том, что Украине надо помогать и Израилю надо помогать. И они понимают, что американское общество в массе своей это требует, и двупартийная поддержка также об этом говорит. Но другое дело, как я всегда подчеркиваю, в советское время были дефицитные продукты, а были те, которые не продавались. И вот те, которые не продавались, они продавались вместе с каким-нибудь дефицитом, как в качестве нагрузки. Ты хочешь вот эти дефицитные туфли взять? Вот возьми что-нибудь такое недефицитное, так же, как в нагрузку. Так же и вот эти законы, которые каждый из партий хочет протащить, они связывают с каким-нибудь таким актуальным вопросом, важным. То есть поддержка Украины, давай свяжем со стеной на границе с Мексикой. Поддержка Израиля, давайте связываем с налогами для богатых и так далее. То есть это видно, что элемент торга. И сам факт того, что, заметьте, уже Нижняя Палата приняла почти 80% поддержала это. То есть демократы в массе своей также поддержали этих республиканцев, и там где-то 90 с лишним людей было всего против, да, вот этого в Нижней Палате. А в Верхней Палате сегодня 10 человек только выступили против. То есть 90% Верхней Палаты поддержали вот этот временный, так сказать, бюджет на два месяца, да, его продлили. А что касается, это же не просто так, раз это такая поддержка двупартийная в Нижней Палате, и в Верхней Палате, значит, есть конкретная какая-то договоренность о том, что следующим будет, значит, после Дня Благодарения рассматриваться уже все остальные вопросы, по которым они ломают копию, да, это и тема Украины, это тема Израиля, это и тема гуманитарной помощи, это тема стены и налогов. То есть все те вопросы, которые вот они смешивали, поэтому они будут как-то на эту тему говорить, и, наверное, есть уже общее решение для того, чтобы это финансирование продолжалось бы так же, как и бюджет Соединенных Штатов Америки. У меня нет на эту тему никаких сомнений, потому что в этом заинтересованы и те, и другие, я имею в виду, представители обеих партий, и двупартийная поддержка, и вот то, что это продлили, вот бюджет, лишнее тому подтверждение. Поэтому можете не беспокоиться и поменьше внимания обращайте на это. Знаете, я, как всегда говорю, вы и нынешняя администрация США, и лично президент Байден, находите в связке, поднимаясь как альпинисты на Эверест. Поэтому если вы сорветесь, сорвется и Байден вместе со своей администрацией, и он не будет больше сидеть в Белом доме. Они, я думаю, этого не хотят. И такой сценарий точно так же касается этой поддержки того же Израиля. Потому что для американского общества сегодня поддержка Израиля намного выше даже, чем поддержка Украины. Исторически так было, вы понимаете, все годы существования Израиля гарантом независимости Израиля является Соединенные Штаты Америки. Поэтому вы видите, как сегодня идет такая антиизраильская кампания по всему миру. Но, опять же, это бьется от стену, которую построили Соединенные Штаты Америки, которые защищают тот же Израиль. Поэтому это надо понимать. И никто не заинтересован. Это двупартийная, так сказать, поддержка. Это стратегическая, так сказать, поддержка. И неужели вы думаете, Байден даже при своей личной неприязни к тому же Натаньяху, он не может сделать так, чтобы США предали бы тот же Израиль. У Украины, конечно, нет того уровня в американском информационном поле, в американском общественном сознании. И у него нет таких лоббистских структур, как у того же Израиля, здесь, в Соединенных Штатах Америки. Но сам факт того, что как за последние два года Украина, ее военно-политическое руководство, ее дипломатия, ее информационная машина сумела достучаться до Запада и, в первую очередь, до США. И то, что тема Украины сегодня, даже при наличии ее конфликта на Ближнем Востоке, она не сходит с уст всех комментаторов, всех экспертов. Все понимают, что эти две темы будут давлеть, и они будут спекулятивными во время всей предвыборной кампании. И не понимать этого тех, кто стремятся в Белый Дом и тех, кто сидят в Белом Доме, они не могут. Поэтому поменьше обращайте внимание на эти спекуляции. Знайте, что вы идете в связки с Соединенными Штатами Америки, нравится кому-то или не нравится. Другое дело, конечно, вы должны понимать, что вот так, закрыв глаза и слепо рассчитывать на Конгресс США, и чтобы вся ваша жизнь была зависела от них, это было бы стратегической ошибкой. Вспомните, как вас освобождали Киевскую, Сумскую и Черниговскую область. Вам это удалось. Поэтому у вас ситуация сегодня намного лучше, чем было почти два года тому назад. Поэтому просто правильно работайте, многовекторно работайте. И не только с Соединенными Штатами Америки, и с Евросоюзом. На всей Евросоюзе тоже разные страны, и в Старой Европе, и в Новой Европе. Работайте с мусульманским миром, работайте с Китаем, работайте с Арабским миром, работайте с Турцией, с Саудовской Аравией, работайте с тем же Израилем. И поменьше публичности во всех этих работах. Не надо так много показухи, чтобы это пока не... Потому что помощь иногда бывает, знаете, как публично, они голосуют не так, как надо, чтобы все видели, что вот так проголосовали. А втихаря они поставляют вам оружие. Те или иные страны. То есть, поэтому главное же не то, как кто проголосовал. Потому что есть публичная политика, которая больше связана с пропагандой. А есть реал-политик, которая делается с закрытыми дверями. Поэтому не все золото, что блестит, как говорится, и не все то, что нам говорят на пресс-конференции, соответствует действительности. Просто геополитическая игра, которая сегодня идет на планете. И вот это переформатирование, и посмотрите, какие страны задействованы. И как я вам сказал, не только будет... ...двуполярный мир. Будет сказать, что многополярный мир. И в этом многополярном мире очень много стран хотели бы иметь свой кусочек пирога. Вспомните слова президента Турции, который сказал, мир не может состоять из пяти постоянных членов безопасности ООН, постоянных, которые будут указывать всем остальному миру, как дальше жить. И с этим, между прочим, согласны. И Индия с этим согласны. И Бразилия, и многие другие страны, которые сегодня входят и в 20-ку главных экономик на планете, и которые также претендуют на свое место. И Турция, например, претендует на роль одного из лидеров мусульманского мира. А это огромный мир. Вот. Поэтому вы видите, как в последнее время идет даже вот это противостояние на Ближнем Востоке, и роль той же Турции, и роль Саудовской Аравии. Посмотрите, как многие страны, которые не любят друг друга, но как они спекулятивно реагируют на многие такие моменты. Поэтому надо понимать, какие идут игры. И с точки зрения той же Украины надо понимать, что ваша война, что не ваша война. И насколько тот или иной форс-мажор где-то происходящий стоит вовлекать в информационное поле той же Украины. Вы понимаете? Посмотрите на ближневосточные конфликты, промониторьте, например, средства массовой информации Израиля и арабские средства массовой информации. Вы там ничего не услышите про ту же Украину, понимаете? Потому что это не их война. У них своя война. Поэтому вы тоже должны понимать, что ваше, а что не ваше. Какие нарративы, которые происходят на всей планете, в той же Европе, в Соединенных Штатах Америки. Ваши, а которые не ваши. Поэтому многие средства массовой информации также вбрасывают всякие разные нарративы, которые проплачены. Точно так же вот эти, типа журнал «Таймс» или интервью отставного генерала. Поэтому я это не просто так вам регулярно озвучиваю, чтобы вы понимали. Если какой-то отставной генерал где-то что-то ляпнул, а у вас все информационное поле Украины моментально заполнено этим. Такое впечатление, что как будто это сказал лично президент США. И это позиция Запада. Почему вы так сразу думаете? Пошли бы моментально журналисты украинские на английском языке, взяли бы интервью у Бена Ходжерса, например, в тот же день. И дали бы это интервью параллельно с интервью с этим генералом. Один генерал так сказал, другой генерал вот так сказал. И все моментально вы нейтрализуете. Понимаете, вот это и называется информационная война. Как надо нейтрализовать нарративы ваших противников, которые сеют пораженческие настроения, которые уводят общественное мнение не только Украины, но и в других странах от того, чего вам надо, которые отодвигают украинскую тематику на второй план. Поэтому вы должны понимать, что происходит сегодня в мире и как вы должны действовать вот в этой ситуации, как вы должны защищать свое информационное поле, как вы должны защищать на внешнем рынке, то есть как вы должны правильно работать в тех же Соединенных Штатах Америки, чтобы те же конгрессмены, которые по сегодня, до 24 февраля, даже на карте не знали, где Украина находится, чтобы они более серьезно относились бы к этой тематике. Заметьте, почему они к израильской тематике так относятся. Потому что Израиль 70 лет работал на этой территории, что здесь израильское лобби – это номер один. Тут же примеры, я вам скажу, тоже армянское лобби, заметьте, да, как оно сильно здесь всегда работало. И это 30 лет пило кровь моему родному Азербайджану. Но, слава богу, мы сделали доли вывода и всего этого. Мы тоже сегодня имеем свои возможности здесь в Соединенных Штатах Америки через тоже израильское лобби, которое очень много помогает там уже Азербайджану здесь в Соединенных Штатах Америки. Поэтому надо понимать, что все те территории, на которых вы хотите, где вы стараетесь получить оружие, финансовую помощь, будь то США или будь то Евросоюз и страны НАТО, они требуют большого внимания вашей дипломатии, ваших информационных возможностей. Россия разве просто так сегодня, вот на таком уровне проталкивает свои нарративы? Она это использует, продолжает ту же линию, которая была у Советского Союза. Вспомните и навещание, которое было у Советского Союза. Советский Союз имел корпункты по всему миру. Потом, когда Путин пришел к власти со спецслужбами, что они создали? Моментально Russia Today. Самое высокобюджетное телевидение в России – это Russia Today, чтобы вы знали. И посмотрите, какие деньги туда были вложены и каких они огромных успехов добились в проталкивании российских нарративов. И по сегодняшний день им это удается. Я уже не говорю возможности разведки, нелегальной разведки, которые проталкивают статьи то в «Нью-Йорк Таймс», то в «Вашингтон-Пост», то в «Блумберг», то в «Политика». Это все так работает. Поэтому вы должны понимать, что вы должны делать и что для вас важно. И не пускать определенные нарративы в информационное поле вашей страны. К сожалению, у вас это сегодня в огромном количестве. У вас информационное поле не защищено. И это ваша кровотощущая рана. Я, как ваш друг и человек со стороны, который работает в информационном поле, могу вам сказать, это одна из ваших стратегических ошибок. Может быть, есть там объективные причины в силу того, что вы оказались, так сказать, сразу перед таким фактом. Но, уважаемые мои, с 2014 года, кажется, уже аннексировали вашу территорию. Много времени прошло. И это ошибка не только нынешней администрации. Это ошибки всех лидеров Украины. Нынешняя администрация, наоборот, очень много сделала в этом направлении. То есть пожар пошел, и они на это все тушат. Другое дело, это не проблема нынешней администрации. Это проблема Украины, украинского общества, всех тех, кто выходит в публичное пространство. И вы должны понимать, что можно делать сегодня во время такой войны на информационном поле. А чего нельзя делать? Кого можно приглашать в студию? Кого нельзя приглашать? Это я не буду уставать, пока я выхожу на ваши каналы. Я каждый день буду говорить. Ваша главная ошибка, которая иногда называется преступлением, это то, что представители страны-оккупанта, кто бы они ни были, даже если, может быть, там 2-3 приличных человека есть, они не имеют морального права выходить в украинскую студию и вообще что-то говорить и выступать. Понимаете? Морального права не имеют. Тем более учить Украину, как надо Родину любить. Пускай они занимаются своей страной, пускай они отвечают своим гражданам России, потому что сегодня Россия оказалась в таком состоянии. А вы, пуская их на свою территорию, во-первых, даете им возможность проталкивать имперские российские нарративы. Более того, они это пропускают через тот же Запад, потом это доходит на много такие солидные структуры на Западе. Они выступают в евроструктурах, а в огромном количестве, такие же, как телекомпания «Дождь», берут интервью и создается такое впечатление, что как будто бы они с вами в одном окопе. Но они же не с вами в одном окопе. Их страна на вас напала. Что они делают сегодня в вашем информационном поле? Это очень важный момент. Поэтому я не буду уставать это вам говорить. Я так вот, видите, прошелся по всей этой территории, как будто бы помощь Украины здесь, в Соединенных Штатах Америки. Это все, вот то, что вы слышите, и вот это шоу. И заметьте, вот в Организации Объединенных Наций вас поддержало 140, а против Израиля выступило 120. Но в Соединенных Штатах Америки позиция Израиля сильнее, чем позиция Украины. А в Европе позиция Израиля слабее, чем позиция Украины. Элементарно. Почему? Да потому что в Европе антисемитизм. Холокост был там. Холокост был там, понимаете? Холокост не из Соединенных Штатов пришел. Поэтому это отголоски этого Холокосту. То есть они до конца не ушли после Второй мировой войны в том числе. Поэтому просто это надо понимать. Поэтому отношение к Украине в той же Европе намного получше, намного получше, но это не говорит о том, что это именно ровно на том, на котором вам надо, или это огромная ваша заслуга. Вы просто должны понимать, что надо работать на всех этих территориях, это ваше слабое место. Более того, это важное место, это информационная война, это точно так же, как вы недоволен сегодня иногда, может быть, контрнаступлением или количеством оружия, которое вам поставляют. Это может быть, вы можете сказать, что во всем виноват Запад. Нет, в этом виноваты и вы тоже, в том числе. Потому что до того, как эта война началась, вы были военно-промышленный комплекс Советского Союза номер один. Это все начиналось в Украине. Куда это все делалось? Поэтому эти вопросы, ваши ошибки тоже вы не должны забывать. Поэтому сегодня надо это все восстанавливать. А чтобы это восстанавливать, значит, у вас должно быть военное положение. Оно у вас вроде бы есть на бумаге, но оно нет у вас в головах всего населения Украины, особенно одной части, где префронтовая зона, и другой части, которая далеко от фронта. Потому что лозунг «Все для фронта, все для победы», как был во Второй мировой войне. Я этого не ощущаю в вашем украинском пространстве. Вот, например, в Азербайджане так было. Поэтому мы победили. Я поэтому не устаю вам всегда говорить. Смотрите, берите пример. Когда кто-то мне начинает говорить, нет, нам противостояла Армения, а вам противостоят Россия. Нет, дорогие мои. В Первой Карабахской войне нам противостояла Россия вместе с Арменией. И мы тогда проиграли. И мы тогда проиграли по той простой причине. Мы сделали огромные ошибки в дипломатии. У нас тогда Турция не была на нашей стороне. Турция тоже была тогда, да? Географически ничего не поменялось. Но против нас был весь мир. И Россия, и Франция, и Соединенные Штаты Америки. И Турция нас не поддержала. И Иран был против нас. Естественно. И у нас внутри страны был развод и шатание. Это хорошо, что мы потеряли столько процентов. А мы могли потерять еще намного больше. Просто нас заставили подписать бишкексик протокол. Типа как вот после Дебальцева и Лувайска, вас точно так же сказали. Подписывайте, или дальше пойдет Харьков, Одесса и так далее. Поэтому мы и подписали. Вот так же мы бишкексик протокол подписали. Но мы же, когда это подписали, мы же сделали выводы. Будем считать, что это 1994 год, а у вас 2014 год. И мы же сделали выводы, армию готовили, общество консолидировали. И потом, когда конъюнктура поменялась в нашу пользу, мы использовали этот момент. А у вас ситуация намного сегодня лучше. Вас поддерживают в огромном количестве. У нас вообще этой поддержки не было. Но мы же что-то сделали в дипломатии. Мы нашли союзников. Турция уже другая стала. Израиль нас поддержал. Пакистан нас поддержал. И наши дипломатии, наши информационные машины посмотрели, как заработали. И вот парад победы. И весь мир сегодня признает эту победу Азербайджана. Просто есть моменты, которые вам надо брать пример, посмотреть. А может быть, стоит и тоже использовать это в информационной войне с Россией, с теми нарративами внутри. Как консолидировать украинское общество. Тоже это очень важные моменты. И много других таких моментов, которые вполне можно сегодня приходить. Но есть другие вещи, которые вы можете интересоваться уже не у того же Азербайджана, а у других стран, которые в той или иной мере могли бы вам дать совет, вам помочь. Это и разведка, это военно-промышленный комплекс, это поставки тех или иных видов оружия. Это же та же асимметричная война, о которой сегодня многие говорят, очень важна. Потому что у вас 40 миллионов, их 140 миллионов. У вас территория маленькая, у них огромная. Мобилизационный ресурс у них какой, у вас какой. Поэтому здесь огромное количество вопросов, которые вы должны сами это показывать. Для вас это Рамштейн не должен делать. За вас ни США, ни Франция, ни Лондон. Делать это не должны. Они должны, наоборот, увидеть, что вы хозяин на этой территории, вы контролируете. Единственное, что вы говорите им. Помогите нам, вам же будет лучше. Не поможете нам, мы и без вас будем стоять и защищать нашу территорию. Поэтому все эти разговоры, которые иногда вбрасываются в информационное поле, там вступление НАТО в обмен территорией. Однозначно вот правильно ваш президент вышел, и все должны повторять. Все украинское общество должно повторять. Когда кто-то такой выходит и говорит, нет, вот так-так, это вранье, это ложь. Вас не примут в НАТО, с аннексированными территориями. Вас сегодня не принимают в НАТО. Вас в 2008 году не принимали в НАТО без аннексированных территорий и тому подобное. А что-нибудь изменилось в этом НАТО? Ничего не изменилось. Мы увидели за два года этой войны, они нехотя встряли в этот конфликт. Поэтому это вражеский нарратив. И чем больше вы будете информационное поле защищать, чем больше вы будете правильно реагировать и показывать и тем же Соединенным Штатам Америки, и той же Европе, будете показывать, что они должны, нет, мы должны помогать. Потому что если мы не будем поддерживать Украину, нам же будет хуже. Нам же будет хуже. И это, они же что, на Украине остановятся? Нет. То есть вы должны именно так работать с ними и не давать им возможность похлопывать вам по плечу. То есть вот та тактика, которая была перед саммитом в Вильнюсе, она была правильной тактикой. И продолжайте ее. И когда кто-то говорит о том, что это вызвало какие-то недовольства там где-то на Западе, вам должно быть начхать на это. Потому что вы спасаете свой дом. Вы тушите пожар своим собственным домом, вы борете за свою жизнь. Вы что будете у кого-то спрашивать, как вам умирать или как вам не умирать? Вы за два года этой войны положили огромное количество населения. Не хочу это озвучить. Но не меньше, чем те же россияне. Вы это прекрасно понимаете. У вас посмотрите, какие жертвы принесли. И вы что сегодня согласны на аннексированные какие-то... Тогда вопрос, да? А зачем вы тогда два года воевали? Надо было 24 февраля согласиться на это все в том же Стамбуле. Вы же на это не пошли. Правильно сделали. Поэтому, понимая это все, вы должны так жестко это показывать и в информационном поле точно так же. Чтобы ни один какой-то отставной генерал даже какой-то не вздумал выйти или там Расмусон какой-то не вздумал бы выходить и украинцам что-то предлагать. Пускай они предлагают это своим странам. Пускай француз предлагает французы, немецы. У них там у всех в Европе в огромном количестве такого же типа проблем. Пускай они этим занимаются. А они не имеют права вам это говорить. Потому что в том, что сегодня происходит в Украине, массе своей, виноват Соединенные Штаты Америки и коллективный запад, который продали и Грузию в 2008 году. Вместе с вами не принимаем НАТО. И вас в 2014 году, когда вас обманули и сказали, не стреляйте в Крыму. И вы потеряли и Крым, и Донбасс. Поэтому пускай они исправляют. А вы им должны говорить, будете исправлять. Хорошо, мы вам скажем спасибо. Не будете исправлять, не будете помогать. Мы будем стоять до конца. А дальше уже как карта ляжет. Вот Азербайджан именно так и делал. Мы именно так и делали. И нас не аплодировали, нас не любили, против нас много чего делали, тысячи резолюций принимали. И что? В одно уху зашло, в другое вышло. Зато сегодня 10-миллионный Азербайджан весь как единый уклад празднует победу. И что там нам сегодня говорят в Париже, в Брюсселе, в Вашингтоне или в Москве, или в том же Иране? Нам начихать. Потому что когда нация объединена, у нации есть одна цель, кто может против этой нации что-то пойти? А у вас другая ситуация. У вас география другая. У Буфи нет этого пространства, поэтому все должны быть заинтересованы. Во всяком случае, новая Европа однозначно будет на вашей стороне. Все должны быть заинтересованы. Во всяком случае, новая Европа однозначно будет на вашей стороне. И старой Европой найдутся несколько стран, которые тоже будут на вашей стороне. В первую очередь, та же Британия. Поэтому надо просто понимать эти геополитические игры. Правильно работать и в первую очередь, конечно, правильно работать в информационном пространстве внутри своей страны. Знаете, всегда с вами в разговоре я получаю больше ответов, чем ожидаю. Спасибо вам. И вы геополитику видите всегда как-то изнутри, и рассказывайте, а как оно на самом деле. Большое вам спасибо, и, конечно же, ждем вас в наших эфирах. Дякую, до побачения, слава Украине. Играем слава. Субтитры сделал DimaTorzok